Дэйна Фредерик Уайетт, младший, родился 28 июля 1969 года в Манчестере, штат Коннектикут. Отец Дэйна Уайетт старший рано ушел из семьи, и матери мальчика Джун, наполовину ирландки по национальности, пришлось воспитывать двоих детей в одиночку. Семья жила трудно, в поисках лучшей жизни Джун, Дэйна и его сестра Келли часто переезжали с места на место. Детство будущего магната прошло в Лас-Вегасе, Техасе и таких маленьких городках штата Мэн, как Ливан и Хермон. В последнем Уайетт окончил школу, а в 1987 году поступил в один из престижных колледжей Бостона. Учеба, впрочем, оказалась последней в списке приоритетов студента. Первыми пунктами в нем значились деньги, развлечения и спорт. Дэйна устроился охранником в ночной клуб, а днем посещал секции аэробики и бокса. В колледже не стали терпеть прогулы Уайта и отчислили его на втором курсе. Чтобы заработать на жизнь, экс-студент работал швейцаром, барменом, занимался боксом. Затем Дэйна устроился инструктором по аэробике, но вскоре понял, что на этих деньгах далеко не уйдешь. Тогда он разработал комплекс упражнений, в которых смешал приемы бокса и аэробики и стал обучать женщин и подростков по собственной методике. Желающих было много, и Дэйна организовал первое предприятие. В 1992 году, наняв и обучив тренеров, он открыл три спортзала, работающих под вывеской Дэна Уайетт Энтерпрайзис. Определив для себя стабильный источник дохода, Уайетт отправился покорять мир большого спорта, занялся изучением бразильской борьбы джиу-джитсу и боксерского менеджмента, мечтая о карьере промоутера. Но, как назло, в работе спортзалов участились перебои из-за проблем с фискальными органами. Предприниматель закрыл дело и переехал в Лас-Вегас. Здесь Уайетт попытался войти в среду боксерского менеджмента, но без денег и связей пробиться в элиту промоутерского бизнеса было невозможно. Тогда он обратил взор на молодые, развивающиеся виды спорта, взявшись за раскрутку нескольких бойцов ММА, вскоре он снискал авторитет среди бойцов благодаря деловым качествам. В числе его подопечных оказались такие спортсмены, как Тита Артис, чемпион с огромным количеством выигранных боев, Чак Лидил и другие. Все они состояли в организации UFC, выступая под ее эгидой. Но UFC не тянула на роль авторитетного промоутерского центра. Менеджер навел справки и узнал, что Самофор Entertainment Group, компания-учредитель UFC, близка к банкротству. С идеей о покупке убыточной компании Дейна обратился к своим приятелям Лоренцо и Фрэнку Фертитам. Инициатор сделки убедил братьев в том, что будущее в мире единоборств, за ММА, и в январе 2001 года владелец Самофор Entertainment Group Боб Мировице поставил под договором купли-продажи свою подпись. Новым президентом UFC братья назначили Дейну Уайта. Первое, что сделал Уайт на посту главы UFC, всерьез занялся промоушеном. Для этого надо было получить официальное разрешение на проведение боев. Однако власти штатов отказывались давать документ из-за варварских правил. Тогда Дейна ввел в их свод ряд запретов, в частности на удары в пах и удары ногами в голову лежащего противника. Также поединки стали ограничены по времени. В целях популяризации ММА президент UFC стал проводить активную маркетинговую политику. И прежде всего заключил договор с кабельным каналом Spike TV, чтобы транслировать бои в эфире. Первыми звездами UFC стали Тита Артис, Чек Лидил, Мэтт Хьюз. Делы организации постепенно пошли в гору, но не настолько, чтобы покрыть старые долги. Тогда Уайт совершил очередной промоутерский рывок. В 2005 году Дейна вместе с партнерами, братьями Фертита, придумал и запустил на Spike TV реалити-шоу The Ultimate Fighter. Стоимость эфира – 10 миллионов долларов, в котором 16 бойцов жили в одном доме и участвовали в поединках, выбывая после проигрыша. Приз для сильнейшего – контракт с UFC плюс 1 миллион долларов. Это был настоящий прорыв в массе, финальный бой Фореста Гриффина и Стефана Баннара в живом эфире посмотрели миллионы зрителей во всем мире. UFC стала процветающей организацией, а ММА – трендовым видом спорта. Самого Дэйна Уайта в 2005 объявили промоутером года, и тот побеждал в этой категории ежегодно вплоть до 2013, повторив результат в 2015 и 2016 годах. Закрепив успех, глава UFC начал методично устранять конкуренту – сначала промоушенвэк, потом прайд. Теперь ничто не мешало UFC диктовать свои правила в ММА, с 2016 года UFC больше не принадлежало братьям Фертита. Организацию продали группе компании Вэйн за 4 миллиарда долларов. Уайт тоже получил процент от сделки и увеличил свое состояние до 500 миллионов долларов. Новые владельцы UFC оставили Дэйна на посту президента. Сам глава организации пообещал еще несколько лет провести у руля, заявив, что с покупкой UFC Sport определенно выйдет на новый уровень. Одним из громких проектов Уайта в 2018-м стал бой сильнейших единоборцев в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, которого Уайт ставил в один ряд с Майком Тайсоном и Мухаммедом Али. Почти все бои Дэйна комментировал в соцсетях, выкладывая многочисленные фото. В марте 2019 года Уайт подписал новый контракт на 7 лет, чтобы оставаться президентом UFC. В последующие годы Дэйна остался верен своим привычкам и острому словцу. В частности, промоутер, не стесняясь в выражениях, прокомментировал бой в конце 2022-го между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем, в котором те сразились за титул в полутяжелом весе. Поединок, мягко говоря, не впечатлил Уайта, сообщившего, что уже после трех раундов он стал отключаться и даже не понял, кто стал победителем. Личную жизнь миллионер держит закрытой. Известно, что с женой Энн Уайт бизнесмен вместе с 1996 года, они познакомились еще в школе в Лас-Вегасе. У пары растут двое сыновей и дочь. Кстати, один из ребят, Эйден Уайт, который является копией отца в молодости, в 2018 году дебютировал в профессиональном боксе. У главы UFC сложные отношения с матерью. В 2011 году она написала книгу Дэйна Уайт, «Король ММА», в которой рассказала, что большие деньги изменили ее сына в худшую сторону. Он стал забывать своих родных, но речь даже не обо мне, а о бабушке, которую он бросил умирать в трейлере, гласит одна из книжных цитат. В начале 2023 года имя Дэйны появилось в прессе в связи со скандалом. Причиной этого стала драка, произошедшая между промоутером и его женой. Супруги отмечали новогодние праздники в одном из ночных клубов. Все шло хорошо, пока разгоряченные алкоголем Уайты не начали ругаться. Сперва это было просто выяснение отношений на повышенных тонах, но в какой-то момент Энн решила наброситься на мужа с кулаками. Тот немедля нанес избраннице два ответных удара. Неизвестно, чем бы закончилась вечеринка, если бы супругов не разняли друзья. Происходящее попало на видео и разлетелось по сети. Дэйна тут же оказался объектом жесткой критики. Уайт не стал отмалчиваться и вскоре выступил с официальным извинением, подчеркнув, что его поступку нет оправдания, что он глубоко раскаивается, а также призывает публику никогда не поднимать руку на женщину. Энн тоже выступила перед прессой, сообщив, что за 30 лет брака такое произошло впервые. Супруга промоутера посетовала, что они с Дэйной перебрали с алкоголем и поэтому потеряли контроль. После взаимных извинений главным для Уайтов стало оградить детей от внимания прессы. Несмотря на воцарившуюся в семье гармонию, ситуация крайне негативно сказалась на бизнесе Дэйны, акции компании Эндева, который принадлежит UFC, упали в цене почти на 6%.